божественная какая женщина привет привет дорогие друзья всем кто присоединяется ко мне первый раз меня зовут наталья толстая я психолог и сегодня в преддверии нового года очень хотелось сделать какой-то добрый хороший эфир ну и как вы сами понимаете все остается на последний момент тут столы всех накрываешь а я брала свои кокошники у них три к сегодняшнему эфиру были приготовлены брала их с собой в москву ну подумала вдруг мне в проекте они пригодятся но естественно никому не пригодились но сильно их перекосы ну как это перекосило сильно я увидела это за одну минуту до эфира поэтому я буду слегка перекошена но поправить это уже будет невозможно зато настроение я вам создавать в любом случае косит малька ну как-то что-то видимо я придавила на бутылочкой с шампунским про бабки наши конечно наверное аккуратнее к этому относились добрый вечер друзья мои очень-очень рада вас всех видеть ну что заканчивается год и красавишна естественно я же буду сейчас хорошая что-то чтобы рассказывать наверное традиции какие-то буду вещать вот но хочется чтобы вы улыбнулись в любом случае даже то что я перекошена это тоже знаете расскажу вам очень интересную историю однажды мы с супругом делали ремонт и у нас так получилось что нам не хватило до вот этой обналичник 1 на дверь вот вот ровно столько не хватало до плитки это прям была такая большая дыра и мы так печалились по этому поводу не хватило этих сантиметров и как-то люди потерялись к у которых мы это все заказывали мы им звоним они прям них они желают с нами беседы беседовать мы их как-то пишем они прям как будто не читают и вот ходим мы смотрим на эту дыру в красивая дверь честно вам скажу красивую у него правление на коротенькое в одном месте вот и дети приезжают говорят слушайте родители вы что-то пьяные что-ли мерили или человек был не в разуме или может у них у самих там не хватило метражу они пришли бросили все что с дыркой будем делать мы говорим не знаем и тут ко мне приезжают значит и друзья из японии они говорят вот типа мы будем жить в отеле мы вами да какой отель на чем вы говорите давайте вы переночуете у нас и мы конечно саке не обещаем ну вареником сделаем вам с жареным луком нормально выжавить обещает вот они значит остаются у нас и кто то значит а это дверь у нас в ванну на секунду и ты сидишь очень долго сидишь на фарфоровом пони и все время наблюдаешь эту дыру значит не хватающего вот этого наличника на двери японец выходит такой говорит слушайте у вас как у нас как у нас мы говорим что такое горит мы когда делаем ремонт мы обязательно посреди комнаты оставляем ведро с цементом или какую-нибудь о грязную лопату или оставляем еще какую-нибудь ферамундию мы говорим скажите зачем ферамундию выставляете не это потому что мы с богом совершенстве не соревнуемся мне понравилась эта фраза я очень часто теперь эксплуатирую своей жизни то есть ну вот я сейчас это к теме перекошенного кокошника потому что я с морями моревными и героиня наших русских народных сказок не соревнуюсь в совершенстве стремимся к нему но но еще не соревнуемся все поздравляют с новым годом друг друга знаете я периодически захожу в тик ток и меня подружка одна научила то есть ты грециде времени теряй рассказываешь что это все равно же было балабонишь там все равно ничего не сохраняется там можно почесаться сесть там удобно и вот и и наверно ты периодически говори а у кого есть денежки посылайте мне денежки а кто друг дружку не знает подписывайтесь на друг друга и я вдруг сейчас вижу эту бегущую строчку поймала себя на мысли что а давайте все друг на друга подпишемся потому что здесь случайных людей не бывает это действительно так я обратила внимание что несколько пар меня поженились познакомились в книжном магазине несколько женщин познакомились тоже в книжном и теперь дружат в переписке очень многие люди друг друга узнали и остались и теперь уже посещают друг у друга эфир и учатся чему-то в любом случае мы пропускаем людей через себя че как через сито и у меня были какие-то определенные авторитеты я шла слушать именно этого педагога и к нему приходили определенные какие-то люди и актеры у нас есть мы идем именно в этот театр и туда тоже идут люди которые любят этого актера и врача мы иногда передаем из рук в руки вот тебе гинеколог вот тебе эндокринолог вот тебе там не знаю зубник и все остальное и ниже и при на пятке тоже есть доктор свой и его тоже передают из уст в уста и вот если мы говорим о душе и о том что подходят новогодние праздники такая-то текучка и вот это вот беготня с одной стороны все говорят ну нахрена это надо вот просто открываешь чулан а там за много лет куплены эти гирлянды и собственно говоря вот надо пойти еще парочку купить на хрена это надо да вот и берешь открываешь сундук ну по крайней мере в нашей семье мы любим нареживаться в этом любим всякие кипиш открываем сегодня сундук где-то нос есть и губка есть снеговик есть панда если для малышей там двухлетних есть для в семилетних есть как костюм одни и же ну хорошо на хрена на другие если эти есть тоже хорошо и вот вроде праздника селедку надо под шубой сделать и салат оливье и вот это какая-то стереотипность такая и телевизор показывает одно и то же и ты краем уха это все слышишь и понимаю что вот утро день вечер утро день вечер чтобы подходим подходим ближе и все стереотипно а с другой стороны многие говорят а мне нет новогоднего настроения и я тут начинаю рассказывать пошло совершенство опять видите как осит косит косит ничего вот значит некоторые говорят нету новогоднего настроения не хочу не селедку будет лежать костюм не надену не включу телевизор буду сидеть как мышь на крупу дуться тоже тяжелый случай с коровой дуркой бывает что человек плохом настроении и он может его пересрать извините пожалуйста он может испортить настроение всей семьи только салат это древний ритуал их надо обязательно готовить я вот про то же и говорю что сидит один напыщенный человек по ходу с плохой энергетикой начинает сотрясать воздух и всем остальным вот как такую печенье что белому павлину поджопник дали вот такой печенье что все такие резвятся веселятся трампа-пам трампа-пам один с лампочками один с ножом а вот одному плохо одна женщина сегодня когда я готовилась к эфиру здравствуйте здравствуйте дорогие мои когда я готовилась к эфиру одна женщина мне написала о том что мне так все надоели что я хочу в новую дню ночь быть одна вот как мне объяснить своей семье что я хочу от них уйти тяжелый случай действительно огромный моральный выбор то есть люди наряжаются там подарочки те какие-то купили а ты говоришь знаете что вовы милые сидите чтобы не испортить вам отношения дальше чтобы не открыть рот за столом и не сказать всю правду нахрен вам нужна моя правда потому что я ничего хорошего не скажу можно я пойду мне кажется что он это более честно чем если натянутая улыбка вот это правда с открытки пластилиновая это человек который цыкает зубом вот у него по поднятой брови видно что он полынь жует да вот он видит отношения он вот смотрит мимо твоего зрачка и ты понимаешь что лучше тебя сейчас не было вот я сейчас будут волшебников поиграла так моргнула бы от глаза подкрыла тебя нету это очень хорошая такая игра можно иногда вместо того чтобы послать колбаской вот просто сказать что давай играть волшебников и если человеку хочется быть одному нет ни одной персоны на этой планете наверное кроме детей ты же не просишь семилетнего ребенка в костюме зайца он сидит на окне ты знаешь сыночек ты меня сохранил я пойду я хочу побыть одна и бросила ребенка в пустой квартире это уже неадекват это мы положим уже в больничку лечить а если человек спасает свою собственную душу и говорит то что я не хочу с вами я не хочу хороводов я не хочу ваших салатов и ритуалов ваших многолетних тоже не хочу я хочу спать я хочу одна сидеть и писать следующий год себе планы вот если допустим дом в котором можно уйти в другую комнату не прийти к новогодним столу это прилично или неприлично вот есть какие-то определенные законы которые надо соблюдать ну первые три минуты можно наступить себе на на гордость на свои желания в челкнуться со всеми людьми пожелать всем добра сказать извините пожалуйста развернуться и уйти можно без объявления может по все подумают и уборно ушла отравилась ли там заснула молит мало ли что новогодняя ночь на той сюрпризы но вот совсем не выйти к столу вообще людям не пожелать ничего сказать что вы мне все надоели мне кажется это психоз какой-то вот в данную секунду привлечение к себе внимание большого и может быть есть смысл взять час психотерапии у любого специалиста сейчас их в интернете огромное количество рассказать ему и он тебе скажет что где больно где больной это не они виноваты это не новогодняя ночь виновата совершенно это просто у тебя сейчас там какой-то происходит при гопы передоз надрыв очень вероятно что на тебя не обращают внимание и ты уже по-хорошему не можешь и ты по-плохому решил себя вести чтобы наконец-то пусть по-плохому но обратили внимание иногда человек выкрикивает к себе вот все говорят он чё правда чеканулик это нормально это вот сейчас нужно это поведение это зачем еда плохого настроения нарезанное это зачем нам туда смык-фык-бык не хочешь ты лучше скажи я не хочу иди лежи смотри он с легким паром мы сделаем с улыбками сделаем под телевизор под песенки ну как у всех дома да то есть вот то что на сковородке мешается вот с таким видом когда тебе совсем не хочется это тоже очень чувствительно для особенно для энергетически чувствующих ты можешь ничего не говорить вот понятно все с 1 с 1 с 1 с 1 секунду понятно все так и что делать что делать это прямым текстом человеку говорить некомфортная энергетика вы если плохое настроение пойди полежи мы сделаем с хорошим совершенно необязательно мы без этой утки не скончались целый год и еще не скончаемся первого сделаем нет такого что надо выдавливая себя кишки доделывать какое-то блюдо потому что он должно быть на рабочем столе вот чисто у меня есть воспоминания из детства для мама работала кушером-гинекологом и 31 у всех вы рабочие число рабочий день и как назло вот все у кого были хронические заболевания и за три месяца где-то лежала у него побаливала вот у нее прорвет именно 31 числа вот и еще рожать там допустим 18 нет она придет рожать 31 числа вот тут все что накапливается почему-то хочется сделать 31 числа поэтому мама где-то как совраска без узды с вылупленными глазами помню в платье такого вишневого цвета почему-то такое воспоминание у меня забегая значит с работы мама и вот у нас на всех комфорках тут варится картошка тут варятся яйца тут еще что-то делается тут и в доме жара муха налетут дохнет вообще сознание теряет я вот просто помню без пяти двенадцать мама снимает себя значит этот платок быстро впрыгивать в какое-то платье я там сама должна была одеться потому что уже не до меня не до костни банда бантов мы все вроде как сидим со столом ложками стучим и вот вот она плюхнулась и 12 часов вот мы ударились и сели кушать каждый год одно и то же одно и тоже вот мне кажется что это вот с моей колокольни мы сейчас если бы я ее встретила там 25 лет там назад 30 40 я бы сказал вам сядь пожалуйста мы сейчас почистим мандарины опять же стукнемся бокалами встретим новым год послушаем владимир владимировича и потом что вы просто откроем печень трески сделаем бутырик икру откроем сядем вот что-то перекусим и все на стол соберем не нужен этот совершенный маразм вот это наготовили потом это все доедаем потом мы из гостей в гости с этими тарелками раньше ходили а сейчас это все зачем сидят бролерные я со всеми друзьями вот разговариваю по интернету мы же все хомяки уже сидим меньше мы едим больше в любом случае от того что мы обездвижены и от страха мы все конечно пытаются основа общества должна быть прочной вот мы эту основу сейчас себе и делаем я на них частности сейчас сижу привет привет друзья мои привет что делать прямым текстом говорить все что не нравится прямым текстом говорить все что хочется если нет сил проговорить пишите на листочках сделайте себе доску попробуйте продумать как вы это скажете и это надо делать не за новогодним столом просто сказать что ребят мне хуже чем вы думаете или там я на пределе я сейчас хорошего не скажу а плохого не хочу мне нужно полежать я не очень хорошо себя чувствую мне кажется именно 2020 год это единственный год когда такая маска сработает на один в один мне так болит голова мне кажется у меня поднимается температура мне надо полежать все скажут конечно конечно иди ну и вот собственно говоря ты уже и сэвакуировался так 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 привет снегурка сегодня вчера я была наташа лошадь сегодня я наташа снежиночка вот она бролерная так здравствуйте мои дорогие вот и когда я готовилась к эфиру хотела я вам рассказать про написанные желания потом посмотрела у всех коллег и у психологов то это все бай день уже есть все давным-давно вы рассказали хотела в какие-то традиции смотрю эзотерики подружки мои все уже накорябали все и про сегодняшние полнолуние и про все остальное поэтому я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы но мы не такие но меня доча уже не исправишь вот так из года в год а ну да 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 так да мамы и такие их периодически нужно просто сажать и обцеловывать когда есть такая возможность вот если учитывать что в этом году далеко не всем могут поцеловать своих мам это очень большое испытание для психики ну по крайней мере для моей не знаю уж как то это очень трудно я обладаю образным мышлением я прекрасно вижу ее в скайпе и радуюсь ее победам там радуюсь и ту каждому ростку который она вырастила обмениваемся всем что есть но вот с от сама атмосфера материнской энергообмен я в нем нуждаюсь я не могу сказать что я не оторванная от груди я за здоровая тетя уже в нем скоро полтос но вот вот эта связь с моей дочерью и связь моей мамой она у нас кармическая какая-то потому что у нас больше никого нет вот в нашем роду умерли все мужчины и вот осталась мама я и дочь и все и вот у нас ритуалы есть какие-то определенные да там у дочи есть мамина песня на поет мама мама супер мама пушистый хвост и золотые лапы ну да у нас специально бельчачьи песни есть с ним как бы мы гидулись друг на друга кто-то первый начинает петь бельчачьи песни и мы сразу миримся и с моей мамой у меня свои определенные ритуалы вот я приезжаю вот я укладывал на колени вот она сидит полчаса у меня вот так волосах копается вот я сижу всегда на полу потом очень я не знала почему мне так хочется делать в греции когда мы были кто-то из великих учителей сказал что когда педагог или очень уважаемый авторитетный человек говорит все ученики спокойно и ровно садились на песок прям с голыми грязными ногами на пятки вот просто сидели и слушали снизу вверх вот как-то я то ли ты такой безугоризненный авторитет материнский то ли это такое уважение то ли все-таки вот это вот энергетическая сила мамина что она все равно больше вот мама ну а курочка мама мама большая вот у меня всю жизнь несмотря на то что я на своих плечищах то много всего несу все равно у меня осталось что мама большая и я смотрю на нее снизу вверх мне кажется она так правильно все это отстроила нет мы дружим мы подружки у нас прекрасные откровенные разговоры но вот это мама дочи вот она сохранила вот эту вот удивительную штуку что она может просто позвонить и начать меня отчитывается то что я не позвонила из поезда потому что поезд уходил в один из пятнадцать мы просто с супругом после прививки упали и заснули и я чувствую сильного ты я оправдываюсь нет ни одного человека на планете больше перед которым я вообще хотела бы оправдываться но мама находит повод дать за все что не попать и иногда даже еда его умудряюсь ее остановить и сказать маман но ты же позвонила вы что-то хорошее сказать давай вот дубль 2 еще раз здравствуй мамочка скажи мне чем-то хорошее не начиная вот сна нас наездов она начинает хохотать и тоже уходит на другую на другую волну так 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 здравствуйте мои дорогие всех наступающим мне очень хочется чтобы следующий год принес нам больше покоя мы правда устали бояться мы правда все устали от неизвестности от нас ни хрена ничего не зависит кроме соблюдение в мер безопасности и желание что-то делать у многих больше ничего я сейчас когда стала ставить свои посты отчеты после прививки очень многие люди стали мне писать о том что я чокнутая не смотрю телевизор я не смотрю интернет как коронавируса нет я столкнулась такой просто в прямом смысле безграмотностью это просто слава богу этих людей пронесло и у них никто из ближайших не болел не был в больнице не видел это все да слава богу они сидят на каком-то где-то их мимо них это пронеслась вся эта ерундовина слава богу ну давайте не будем друг друга обижать вот прийти на чью-то страницу просмотреть там что-то и начинать искать одни недостатки мне кажется это совершенно неправильно ну просто сделать шаг назад мы же можем выключить канал мы же можем отписаться от человека обязательно надо отписываюсь ты разочаровала меня вот обязательно надо вот это пердуть в салат я не понимаю зачем это нужно у каждого из нас на страницах есть друзья есть люди которым интересно они могут может быть даже не писать не реагировать не ставите колобковый сердечек но они же зачем-то заходят на эту страницу что-то какое-то разумное зерно здесь увидеть вот у меня на страницах никогда не будет ни скандалов ни политических разборок не заказных статей я вам даже иногда пишу это не реклама это по любви только потому что если мне закажут когда-нибудь за деньги рекламу я вам вот такими красными буквами напишу ребята наконец-то мне заплатили никто никогда как назло вот рассказывает как волшебную сказку что у многих людей там в хвостограмме люди зарабатывают миллионы на кому-то приносят как как коробками косметику кому-то дарят эти подарки они там шерстья бумажками распечатают показывает а видали как у меня тушь а видали у меня какая шампунь ну наверно наверно зарабатывают наверно не знаю ничего не могут пойти себе нормальную шампунь купить любимую которая нравится тут же чё прислали тем и мажешь потом не можно матой намазать там не знаю ухо намажешь пятку передаришь ну редко когда чё хорошее дарят честно вам скажу опять все зарабатывают там все зарабатывают реклама реклама меня упрекают вот если она будет клянусь вам вот я специально напишу братва проплатили мне лайканите мне мне надо нужен отчет обычно же или говоришь спасибо за что-то или реально встречаешь людей там одежду или там чай или там что-то и просто делишься потому что вы вы мои друзья с наступающим друзья с наступающим я вас всех очень люблю так с подростки самостоятельные как отпускать детей подростков праздновать а как вы ну слушайте вот я убеждена в том что если мужчина хочет изменить он перейдет через лестничную площадку и совокупиться со своей соседкой за 7 минут 40 секунд если сидеть их пасти всех заново привязывать к столу то в любом случае рванет где-то в другом месте вот собака сидит на цепи и она очень хочет сбежать вот прям забор перепрыгнуть очень часто на перепрыгнула забор нам одному не может попасть но это уже другая история про то что когда очень сильно прикармливает сосед или кто-то другой лучше себя ведет добрее щедрее интереснее чем мы да то мы конечно ревнуем от того чтобы ребенок куда-то стремится это очень большая ломка когда ты находишь хорошего педагога и доверяешь ему да там вот отдали в гимнастику это понимаешь ничего себе какой тренер я бы сама у него училась если бы не было 40 лет там назад да или там ты отдаешь в спорт и ты понимаешь он ничего плохого этого человек не сделает он только мужество добавит потому что папа у нас или сильно занят или сам женственный лежит там на диване был с температурой 37 и 1 когда мы отпускаем детей нужно очень четко просто понимать отдаленные последствия если вы прекрасно понимаете что она может прийти после новогодней ночи уже зачав ребенка и вы через девять месяцев получите внука неожиданного об этом нужно предупреждать в одну в один карман шоколадку в другой презерватив если совсем в раздуды и вы прекрасно понимаете что в компании там все занимаются там наркота не знаю масло какое-то что таком дети сейчас там не делаешь шары какие-то я не в теме вернее я понимаю что это все существует но совершенно далека от этой темы конечно можно усилием воли человека посадить дома но мы в ответ услышим и в реакцию отрицания и если в так сильно запрещают не рассказывают не показывают почему а просто не пойдешь и все в любом случае это может случиться и мы потом будем сражаться с этим хуже в плохом плохих плохих отношениях чем если бы вы отпустили и просто по-человечески попросили сказали вот у меня включен разумный эгоизм ради меня христа ради я не хочу с тобой носить свой больницами не хочу укладывать те в клинику я не хочу тебя терять и не хочу с тобой расставаться я понимаю что если придет наркота то тебе придется выбирать или ты наркота и и или мы с отцом вот дверь он однажды закроется и ведь основные основные психотехники психотерапии связанные с наркотиками именно так или иди на лавку и мы про тебя забыли или ты возвращаешься домой мы сражаемся с болячкой уж чего боитесь ну то есть или совокупиться или попадет в плохую компанию у меня родители в кустах лежали я помню первые мои выходы в свет и папа была мама могла случайно их обнаружить в 3 часа ночи домой иду в туфли в руки и бла-бла-бла поцелую кто-то потрогал за сиську и тут мама добрый вечер неожиданно но удивительно но что делать вот был у меня один ухажер помню как очень ярко образно помню значит ночь а у нас огромная такая лавка возле дома была и мы значит на лавочке с ним под березами сидим все остальное жизнь его там за лавкой весь мой двор и там пожалуйста подходи слушай кустах что хочешь но я об этом не думала что может там кто-то лежать и вот за 4 как-то интимный такой момент нежность все понятно я же девственница была там нежность что-то происходит и тут вдруг открывается калитка на прям возле лавочки и выходит папа мой с блестящим красивым скальпелем с красивым красивым ну вот вышел и сказал молодому человеку что ты же знаешь кем я работаю хирургом он говорит да знаю ты же понимаешь что я тебе доверяю раз я не совсем не все время сижу в кустах да ты же мне не подведешь он говорит я вас не подведу а если ты мне подведешь я сделаю так чик чик все он не подвел его подвел потом другой человек но сам факт я могла обнаружить в три часа ночи не под лавкой от соска за скальпелем вакцина принесет спокойствие надеюсь я тоже надеюсь я тоже верю привет из астаны и здоровья тебе и твоей семье привет привет друзья очень грустно ну очень помню вкусно у вас вкусно весело гостеприимно в этом году тоже встречаем с мамочкой как вам повезло всем всем мамочкам привет и поклон так вы подарили мне время общения бесплатно бывает да я добрая так с наступающим всех благ белоснежная королева ой королева я сегодня шуточная я же говорю вам вчера я была девочка корова сегодня я вот такая сегодня я вот такая вот перекошенным кокошником но веселой это ж не повод отменять эфир или сидеть там как цыпа как все сейчас сидят красивые с укладками я хотела кокошник я нацепила мне ничего не остановит спасибо спасибо хочу тебе свое окружение тоже могу дать энергии у меня тут немножко укропнен шрифт поэтому вы меня совмещайтесь в предыдущем я даже не могу понять девочка или мальчик хочет меня в свое окружение я за энергию я дадите хапну почему нет я всегда за энергообмен спасибо за доброту простоту пожалуйста и и вам большое спасибо что спрашиваете что книжки живые от того что там просто человеческие ответы на человеческие вопросы нет у меня вот это маша к 16 лет пришла там с каким-то таким-то вопросом не надо мне ничего изобретать даже если такой удивительный драматург что она все сценарии придумывает сама и даже если бы я захотела такое сочинить я бы никогда этого в жизни не сделала потому что такой аборт речи может случиться такая такая загогулина в каждой в каждой истории есть свой винтик свой шурупчик и вот каждая история она все равно пойдет поведет по-своему нельзя вот так шаблонно сделали вот так вот так вот так и будет тебе счастье у не так бывает так 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 с наступающим всех 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 пасибо пасибо легкий косячок в образе он нужен а спасибо большое спасибо я про то что мы с василисами премудрыми в совершенстве не соревнуемся немножечко перекосила в чемодане кокошник так для тех кто присоединился почему я в таком виде я смотрю у вас 12 лет спасибо мои дорогие я с вами уже 18 лет первая книга вышла в шестом году то есть получиться уже я писатель 14 лет поверить поверить не могу мне кажется это было только вчера и так получилось у меня с этими книгами тоже то есть образование это у меня основного журналистского то нет и писатели меня тоже никто не учил у меня была трагическая ситуация у меня на руках маленький ребенок мне изменяет мой супруг у меня мама которая не мало чем может мне помочь она в ростовской области и я один на один сама с собой и никто мне не поможет ни деньгами не советом ничем и я кричала на бумагу я кричала себе в блокноты и собралась целый ящик выдвижной вот этой всей моей писанины я пришла в школу телевидения останкина для того чтобы меня научили не гэкать не тюкать тюшок току лёчек я же приехала из ростова на дону мне же надо было с пипами общаться я училась ставить ударение убирала букву г и и там показали быстренько как сделать из большого текста маленький из маленького большой и я сила и собрала эту свою первую книгу открыла ящик взяла свои записки и вот своими человеческими словами как если бы я говорила я брала и писала сейчас перечитываю я понимаю что первая книга ее можно растянуть на шесть там просто телеграмма 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 предложение восклицательный знак тире предложение и и была ситуация у меня в жизни когда моя редактор замечательная марина григораж пришла и về тут это предложение совершает нужно ее просто трекнула и она потеряла сцелое предложение и я сила напротив нее и начала плакать то чё плачешь евро марин вот именно над этим предложением я сидел и полночи качалась вот так мне просто сидела и думала одно и то же предложение полноучи сейчас вернем и вернула предложение я раньше каждое слово свое берегла сейчас я могу в мусорную корзину выбрасывать по 2 по 3 по 4 листа лишние лишние не нужно, ерунда. Понятно и так. То есть я уже уважаю свою читательницу, не растягиваю, чтобы это у меня было прям как для детей. Я не пишу. Обычно, когда приходят измены, или выяснение отношений, или всё, что касается любви, даже любящие дети уже становятся взрослыми. Они же с Творцом. Я совершенно уверена в том, что вот как ты любишь, как ты веришь в Творца, так ты и любишь. И чем больше ты ему доверяешься, тем больше ты доверяешься своему партнёру. Чем больше ты у него просишь, задержишь надежд, тем больше ты переносишь своих надежд и делаешь больше для своего партнёра. То есть, чем страшнее для тебя обидеть или разочаровать, точно так же ты трепет не относишься к своему партнёру. Какая-то есть взаимосвязь в этом во всём. Вот написалась книжка, и миллион женщин подошли и забрали её с полки. Ноль бюджета. Ни одной копейки, ни одного билборда. Ничего. Просто доктор, который выкричал книгу. И потом были бюджеты, телевидение, издательство. Больше ни разу не было такого тиража. Потому что тема. Потому что тема. И если мы говорим, что вот как весёлый человек, весёлый, любящий жизнь людей, может писать на такие ужасные темы. А не выбирает судьба, кому что посылать. Люди могут на протяжении всей жизни там собирать золото, не носить его, перебирать как скрутшмак, да, крас-пятилеточку. Кто-то перечищал, а кто-то даже не трогал. Так с этикетками они лежали. А потом пришёл какой-то хрен Матвей, взял всю шкатулку и унёс. И человек лежит с инфарктным, прединфарктным состоянием, как будто в его жизни что-то изменилось от того, что помоет он теперь эти кольца старые с этикетками или нет. Ведь они никому не нужны, они прошловековые. Ну то есть разве что, если дали бы внучке, она бы выковыринала нормальный камень и сделала бы другое кольцо. Но теоретически это не состояние, это не основа, это не радость, это не опора. Ну мало ли за что мы все цепляемся. Кто-то думал, у меня дома всё хорошо. И пришёл муж за три дня до Нового года, говорит, у меня есть любимая женщина, я хочу встречать с ней, ты как хочешь. И вот такой шок от того, что ты первая одна, а ты не привыкла, надо же кому-то готовить. Ты же не будешь сама себе крошить салатики и включать гирлянды. Вот ты села и сидишь, я думала, у меня всё хорошо, а у меня всё хренелое не бывает. Или там дети, мама, мы уезжаем в Америку, решают сказать за новогодним столом. Или знаешь, мы две недели уже знаем, что беременные, но решили сказать тебе прямо сейчас. А ты смотришь и понимаешь, кто-то обрадовался, а кто-то вообще нет. А кто-то не знает, как теперь с этими детьми за столом сидеть, как вы уезжаете в Штаты. Можно было хоть поставить в известность, что вы там визы делаете, ещё что-то. Это что за неуважение? Кто-то подгоняет под Новый год подарить это кольцо. На хрена объединять несколько праздников и предложений, Новый год? На хрена? Ну сделайте это всё красиво, когда шар подкатится, и мы только тюк, ударили, и вот тебе в луночку попало. С днём рождениями. Не надо это ничего подгонять. Время идёт, жизнь течёт. Энергетика вся вот такая плавная, как волна, как море. Туда, сюда, все мы с луной. Я не знаю, как вы сегодня пережили Новолуния. Я блукала до 8.30 утра. Как медведь по цирку, я перемыла с порошком всё. Я почистила сегодня всем, мне сказали большое спасибо, потому что всю грязную работу сделала. Я за ночь, у меня посмотрела три фильма подряд, мне не писалось, не пилось. Я просто вот ни в одном глазу просто ходила, вот уходила и всё. Это было последнее полнолуние, и я думаю, что мы проскочим январь тяжелейший с Марсом, и начнётся нормальная человеческая жизнь. Нам надо просто не переругаться, не вступить ни в какую войну, не затеваться вот с разборками вы с ней отношения, не идти, вот не идите на развод, вот пусть, если вы сейчас думаете об этом, вот пусть морда моя на весь экран перед вами встанет ночью, пойдёте в феврале, оставьте январь в покое, просто проживите его, думайте о себе. Не надо друг другу накрикивать претензии именно в январе. Прошу вас таких январей раз в 250 лет. Просто давайте добережём уже друг друга, дольше ждали. Год, будем оглядываться, ни у кого таких воспоминаний нет. У наших родителей есть воспоминания о войне, а у нас будет о коронавирусе. Тоже своего рода была тихонькая война. Ярак, с луной гармония. Да и у меня тоже с ней довольно хорошие отношения. Я даже не знаю, хорошо или плохо, что я блукала. Просто не спала, вот так вот, как будто спинчики мне поставили. ходила по дому. Так, так, спасибо большое, сколько цветов. Благодарю вас, благодарю вас. Тоже, кстати, по этому поводу. Сейчас начнутся праздники, и мы начнем засирать друг другу все ленты вот этими вот открытками. Моя, моя к вам глубокая просьба и уважение. Я же своими лапами потом сижу и всё это вытираю. Вот как говорят, что скользкий пол лишает нас вежливости на дорогах, вот то же самое где-то на 30-й открытке мне начинают думать уже плохо про тех, кто меня поздравляет с Новым годом или с днём рождения, потому что все почему-то хотят напомнить мне, сколько мне лет. Вот, и Новый год тоже приближает моё день рождения. Просто Ксения Собчак как-то сказала, если вы прям сильно-сильно хотите меня поздравить, пришлите мне букет цветов или, ну, в реальный какой-нибудь подарок. Ну, не нужны электронные открытки. Наверное, есть люди, которые оставляют на ленте, на своей, там, Маша Пупкина поздравила, подарила открытку. Тихо, у кого не очень много подписчиков, они радуются, и это, я их очень хорошо понимаю, но, когда у тебя идёт 400 открыток в час, и когда ты нанимаешь человека и платишь ему зарплату за то, чтобы он только почистил тебе ленту до твоего написанного тобой ночью поста, ты его уставишь, а его тут же засыпали. Ну, короче, если можно, что-нибудь искренне, своими словами, без открыток, две строчки, а можно даже не поздравлять, я вам верю, у меня вот ваши сердечки в тысячу раз дороже во время прямого эфира, чем, причём, смотрите, они же ведь не останутся, я не могу почитать ваши комментарии, я так жалею, вот я хоть немножко начинаю привыкать, что я, что я, ну, читаю и на что-то отвечаю, да это вообще как дикое, вообще я смотрю, у меня тут что-то вот так вот ползёт, тут какие-то эти штуки, я боялась, теперь я уже подружилась с прямыми эфирами, и, наверное, меня научил тикток, я там немножко расслабилась, и автоматически стала расслабляться и в инстаграме тоже, спасибо, спасибо, друзья, спасибо, ну, что там у вас за проблемы новогодние, я просто вспомнила сейчас, как у меня одна девушка говорила, что родители развелись из-за неразмороженного гуси, может быть, кому-то пригодится, папа работал большим начальником, и опоздал, вечером, говорит, с друзьями, они там что-то занзебали, райда, райда, лезь о песне, бей барабан, вот, ну, короче, пришли они сильно выпившие, и папа не занёс гуся с балкона, она говорит, открывается, сложно дверь, ну, честно говоря, вот если бы у меня сложно дверь открывалась, если бы мне нужен был гусь, очень сильно, так, чтобы я даже из-за этого могла развестись, я бы выбила дверь, но гусь бы был на столе, но женщина была, видимо, сильно слабохарактерная, или она проучить хотела своего мужчину, или, не знаю, почему она не открыла слабо открывающуюся дверь, можно же соседу было откнуть, сказать, Вася, открой дверь, гусь там лежит, время подходит, ну, вот, короче, пришёл, он не достал этого гуся, утро, он опять ушёл, посчитал нужным, уже не разморозится, и вот жена села, и начала надуваться, вот, прямо запенилась, запенилась внутри, и надувается, и пенится, и надувается, и пенится, и вот он приходит, в 5 часов вечера, вот девушка рассказывает, у него на каждом пальце висел пакет, салями, икра, там вкуснятина всякая, всё, всё, что только можно, не можно, он поставил всё это, вышла мама, её рванула, она запенилась к этому моменту, и они встретили Новый год, в разных комнатах, и больше ни разу не подружились, и так и развелись, и девушка говорит, я за всю жизнь пришла на приём к психотерапевту, я не могу понять, что это был за вечер, что это была за ночь, почему так рванула маму, и почему папа, даже извиняться перед ней не стал, мне пришлось даже какое-то время с ней работать, и объяснять, что, ну, бывает такая точка, знаете, вот точка кипения есть у воды, вот ты стоишь, думаешь, вареники варить, вот они холодные все стоят, если я сейчас брошу в незакипевшую воду, хана всем вареником, стоишь, сторожишь, она не закипает, маслица бросил, как учили там на физике, не закипает, крышкой накрыл, не закипает, и вот ты стоишь, 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 а потом миг, и сразу закипела вода, всё, всё, вот мы прошли через вот эту температуру, или вот едет машина, у неё там сетка на лобовом стекле, какая-то там, я сейчас не вспомню, как называется, но малюсенький камушек попадает в определённую точку лобового стекла, и оно на мелкие кусочки разрывается, у человека там тоже есть точка кипения, да, 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 муж сегодня попал в ДТП по своей вине, все живы-здоровы, но, да, но предновогодний кипиш для многих испытания, да, сейчас вернёмся к этому, я про то, что у каждого человека есть точка невозврата, точка кипения, и иногда этот долбанный гусь может быть просто индикацией, индикацией того, что я больше не хочу с тобой быть, ты знаешь, что для меня этот гусь важен, мне не нужны твои пакеты на пальцах, это со стороны женщины, да, и мужчина, да сколько ж я буду вокруг тебя танцевать, я тебе принёс, вот только вот серьгу в ноздрю не принёс, чего у тебя нет, да хрен с ним, с гусем, ну заказала бы в кулинарии, тебе бы принесли, из азбуки кусок готово, ну если ты без него прям ноги протянула, и у каждого своя правда, и ребёнка здесь никто не рассматривает, и если не потрудились ребёнку сказать, что мы расстались не из-за гуся, он бы не думал об этом 30 лет, прежде чем прийти на приём к психотерапевту, потому что осторожней, понимайте, что главное, что второстепенное, поймите, что иногда маленький механизм, вот нервотрёпка начинается, и дальше все, вот как воронку, помните фильм «Ночной дозор», когда мать прокляла девочку, и вороны летали над домом против часовой стрелки, о, кокошник, я ж тут не... я ж не виденками придавила, мне мужичка, голова закружилась, когда против часовой стрелки вороны летали, это же торсионка, минус информационная, то есть надо просто понимать, сейчас напряжение новогоднее, стоит его трогать или смириться, сейчас вернусь, то есть к тому, кто попадает в аварии, мы действительно сейчас рассеянный, тут всё блянкает, тут всё сияет, вот такие билборды отвлекают, у меня 4 подружки попадали в аварию, только потому что засмотрелись на скидки на билборде, одна вообще в кювет улетела, отвлекает это очень сильно всё, напряжение, один напряжение, начинают все вот в это самое попадать, уходите, и там, где вам некомфортно, прямо говорите, мне здесь плохо, там, тишина, замолчите, там, не знаю, не шумите, час, и я буду золотая, но в этот час мы друг другу хоть глотки не перегрозём, так, сейчас, сейчас, муж не очень хочет встречать Новый год, всегда засыпает, а я хочу отмечать, бужу его обижают, стоит его трогать, или смириться, отмечать одной, всегда засыпать, не очень хочет отмечать Новый год, или он раньше начинает, или просто не приучен с детства, и ему, собственно говоря, всё равно до ваших всех этих бантиков, мурбулянтиков и всего остального, но вот по приоритетам не ставят и вас тоже на первое место, то ёлочку не ставят, а никого не ставят, себя ставят, хочу спать, иду и ложусь, одно дело, когда человек начал отмечать, там, с 8 часов вечера начинает, там, как Камчатка начинает встречать, иногда бывает, уже слова Путина не слышатся, и в тот самый момент, когда человек ложится, тут же возле стола где-нибудь лежит на диванчике, ну, у многих такое бывает, и вот когда мы, ура, ура, салют, он может подскочить со страха, и сказать, что вы орёте, мы говорим, так Новый год, тоже бывает, бывает с мороза человек, там, машину толкали, или что-то случилось, пришёл, хряпнул в три рюмки, и погиб, солдат не выдержал атаки, откуда мы знаем, что заставляет его засыпать в новогоднюю ночь, привычка, вот, сравню со своим супругом, он у меня ежедневно, утро, день, вечер, весна, осень, в 10.00, он идёт, уже отправляется спать, он включает определённые программы, и давит хоря, то есть я прихожу, переключаю, куда мне надо, я уже понимаю, через 10 минут его не будет, но в 5.15, он встаёт под птичек, зима, лето, и вот у него рефлексы, 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 где бы он ни был, он в аэропорту может прикорнуть, в 22.15, на 5 минут, но его вырубило, потому что он так спит много лет, точно так же, он может ни с того, ни с сего, где-нибудь в Штатах, где вообще 12 часов разница, так же точно вырубиться, или проснуться, и ходить, ему надо брызгать свои цветы, и заниматься, и там, петух, идущий на север, там он это, цегун свой делает, вот, если у человека рефлекс, то вы хоть что делаете, ему Новый год не указ, он все равно вырубит его именно в 12 часов, а почему вы не позаботитесь о себе сами, если не можете, правда одна, сейчас же, блин, мода, мне подружка прислала мне фотку, у них же там 25 числа, Рождество, в Сицилии прислала, и значит стоят бабушки на пирожные, все эти, не надо укладки делать, купили им эти колпаки гномов, значит бабушки с накрашенными гудками, чуть-чуть теней, вот пижама, значит это майка смешная, смешная, пижамные штаны, или носки, или топчумбы с бабоном, детишечки махоткие в этих майках, значит мама с папой такие же, и все гномами, ребята как удобно, слушайте, за столом хохот, потому что гномы ходят по квартире, удобно, жуть, хб там, мы купили, мы как бы посмотрели на фотку, пошли с обезьянчили, зашли в магазин, купили всех размеров для родственников, узбекский хлопок, мы не снимаем эти майки, это правда круто, зашли за 2 копейки, купили эти гномов, смешно очень, укладка не нужна, вы увидите меня еще в этом колпаке, новогодние праздники большие, у меня будет много образов, удобно, то есть если ты не хочешь сидеть в пижаме, и в колпаке, развлекаться, купить себе вкуснявочки, сидеть и смотреть телевизор, ты же можешь куда-нибудь уйти, он хочет спать, ты хочешь куда-нибудь пойти, несколько раз у меня такое было, я на бал покупала билеты, в одно лицо ходила, это неожиданно, вот сидит человек, качает ногой, смотрит, как ты гладишь больное палат, и что, правда пойдешь? Я, правда пойду, серьезно, я останусь дома в Новый год, а ты будешь вальсировать? Я говорю, серьезно буду вальсировать, ты все равно в 12, в 0,15 уже будешь лежать на подушечке, почесывать свою левую ягодицу, а я в этот момент хочу в 12 минут венский вальс танцевать, почему? Нет, ты хочешь это, я хочу это, давай не будем напрягать друг друга, нет уже этого мужчинки рядом со мной, другой теперь рядом со мной на балах, или он говорит, я не хочу никуда, я говорю, ну окей, и я не пойду, вот печально, когда один говорит, поехали на лыжи, а второй говорит, поехали на море, и тут решаемый вопрос, подружку хохотушку взяла, уехала на море, или там подъехала к нему, к этим лыжам, или он к тебе прилетел, или вообще приехали, обменялись впечатлениями, если сидеть вот и думать, что вот я сейчас к ним поеду, и буду его пасти, чтобы он какую-нибудь себе цыпу там не нашел, там в Богнере, понимаете, вы не упасете, во-первых, очень быстро ездят лыжи, во-вторых, если вы не катаетесь, вас и не вштырят от этой всей ситуации, вы будете чувствовать себя несчастной, ну постояла ты на этой горе, ну спустилась, пошла бы в баню, что ты дома его бы не послала, что ты там ходишь, эту шубу выгуливаешь того, кто не любит лыжи, а кто любит, он этой с жареной картошечкой хряпнул коньячку и га-гэй, понесся, тоже его ж можно понять, или наоборот, она лежит в трусах вся, в поту, в мокром песке, а он тошно ему там, зая, пошли завтракать, пришли завтракать, зая, пошли на пляж, пришли на пляж, зая, пошли в номер, да, ну вот, не хочет он не на завтрак, он спать хочет днем, иди ешь, иди на пляж, возьми книжку, ну, приходи в номер, ну, чуть-чуть больше свободы друг к другу, если он хочет спать, пусть он спит, одевайтесь красиво, идите во двор, там петарды, собачники, оливье замерзшее, вы там найдете компанию, вы просто сама ленитесь, так, 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 Наталья, вы сплошной позитив, спасибо за все, у меня точка кипения уже не один день, мужчина француз остался без работы и не может приехать, и я ему отправляю на еду деньги, а нахрена вы ему отправляете на еду деньги? Ну, просто интересно, он как-то, что до вас жил, еще сто миллионов лет проживет, ну, кто-то подаст ему там во Франции на лягушоночка-то, я не пойму, почему русская женщина должна сейчас отправлять ему деньги на еду, ну, просто скажите, кончилось, может, девочки умеем так говорить, ну, нету больше всего, это никак не должно испортить ваши любовные отношения, если они таковые есть, наличие у вас денежек, они или есть, или нет, ну, нужно просто сказать, деньги на еду закончились, поищите в другом месте, если вы меня любите, жду вас после коронавируса, все, моментально обрывайте всю эту ерунду, зачем вам это нужно, если любовь есть, она будет и смелым рай в шалаше, если милый на порше, если прям вот совсем на еду, нахрена вам эта Франция, там ничего хорошего, так, иногда мы привешиваем к человеку гораздо больше своих собственных мечт об изменении в своей жизни, и ищем, ну, лишь бы кого, кто в матрицу в эту подойдет, то есть, вот, хотела всю жизнь уехать во Францию, учила там французский язык, читала французские романы, все, все, и тут попадается какой-то вот хрен Матвей, который говорит на французском, у которого все было хорошо до этого, а теперь все стало хреново, и мы под свою схему это подгоняем, и думаем, что эта вселенная все придумала, нет, мы просто искали там, где уводятся французы на бессознательном уровне, просто обожая эту страну, продолжайте слушать французские песни, и пишите тому мужчине, что он прекрасен, и что вы подождете, пока он возьмет все в руки, все устаканится, и он начнет зарабатывать, и пришлет вам денег на билет, закрывайте кошелек, девочки, вы чего, так, как понять, что тебе требуется помощь психолога, вы знаете, когда вам понадобится помощь психолога, вы поймете, вам окружающие скажут, они скажут, что ты женщина не в себе, пора бы тебе обратиться к психологу, вот если, как Маша Арбатова говорит, если десятый муж бьет тебе по морде, значит дело не в мужа, а в морде, если 10 человек, или там третий муж, предъявляет тебе одни и те же претензии, и когда уходит в рупор, кричит тебе одни и те же слова, надо прислушаться, возможно, там есть разумное зерно, если люди крутят у виска, и просто говорят, что ты не в себе, очень вероятно, что нужно пойти проконсультироваться со специалистом в себе или ты, сдать анализы на наличие отклонений психики, невозможно, это должен увидеть специалист, хочется что-то поменять, хочется что-то починить, хочется работать над собой, непреодолимая тяга, я слышала, просто очень часто я общаюсь с наркоманами, и так получается, что очень много сексуальных меньшинств почему-то выбирает меня в свои, любят со мной побеседовать про свою любовь, я этому весьма радуюсь, потому что значит я вызываю какое-то доверие, даже у людей, которые редко кому что лишнее рассказывают, и многие говорят, иногда бывает непреодолимое желание, вот я полечу, или там непреодолимое желание, я здесь не хочу, мне надо бежать, или непреодолимое желание, что бы ни случилось, я этого добьюсь, вот точно так же бывает непреодолимое желание, я хочу изменить свою жизнь, не избавить себя от жизни, я хочу изменить таким образом, чтобы я ее любила, я хочу нравиться себе, Я хочу… Зачем тут психологу разбираться с собой, свое предназначение понять, успокоить душу, отполоскать ее с порошком, с доместесом, отмой меня, верни мне ту, которой я была до этого, попробовать найти свои энергетические дырки и залатать их не мной, не чужим человеком, а тем, что ты сплетешь там паутину из того, что ты найдешь, где у тебя проблемы. К психологу идут подтвердить свои подозрения и услышать уверенность в том, что у тебя правильные мыслеформы. К психологу идут сказать, что это же нормально в 50 хотеть грудничка, это же нормально, что я там в 55 в четвертый раз пойду замуж, может же получиться. И кто-то должен авторитетный сказать, что да. Иногда приходят спрашивать, делать аборт или нет, это самые сложные люди, потому что этот приговор суда, я не могу за них решить этот вопрос, это их моральный выбор, но вместе мы рассматриваем все варианты, и она сама принимает решение. Это тоже со своего рода работа. Как понять, что тебе пора к психологу? Все-таки слушайте окружающих. Как говорил мой папа, люди зря не скажут. На чужой роток не накинешь платок, они вам скажут, тебе пора. Так, как понять, что тебе требуется помощь? Ага, ну, ага, требуется помощь, я вон что, требуется помощь. Тоже скажут, или скорая приедет, или полицейские. Когда требуется помощь, уже они возьмут, уже даже согласие не спросят. Неужели правда это нормально отмечать, кому нравится? Да, да. А что ненормально? Вот давайте представим ситуацию. Жил-был красивый мужчина и свободная женщина. Она видит, для мужчинка бесхозный валяется. Так, сейчас мы его отмоем, очистим, мы ему сейчас расскажем, как ему дальше жить, схему ему нарисуем, и он будет слушаться меня, как миленькие. Мы забьем его палками, и он меня залюбит. Что такое ненормально? Жил-был человек, у него была своя жизнь. Вот тот же самый собачник, о котором я говорила, он 10 лет назад всегда под куранты выходит во двор. А ты в шелковом платье и с укладкой стоишь у окна, или вот так вот накинула на это шелковое платье шубу и мерзнешь. Надо же обсудить за неделю, как это все будет, чтобы не было шока без 5-12, что он же дубленочку-то накидывает, собачку-то привязывает. А для него это естественный момент. Есть семьи, у кого самогон и шпроты на черном хлебе. Есть у которых пулярка панжуйский, не знаю, какой-то там билини они делают персиковый сок с шампанским. Камапе, кружевные салфетки стоят. И все люди имеют право праздновать так, как они хотят. И если мужчина и женщина не могут договориться в такой ерунде, значит каждый должен поступать так, как хочет он сам. Потому что когда приходит любовь, она два сердца на ладошку кладет, и они начинают ритмично, одинаково вот так стучать в унисон. И боженька сам смотрит на эту ладошку и сам эти сердца закрывает. Там уже нет печати в паспорте, жен, любовниц, там уже нет ничего. Вот если это два любящих сердца, то им вся вселенная помогает. И если они правда любят, у них вообще не станет вопрос на лыжи или в жару. Им какая разница где, лишь бы голышом. Ну, в бане все мы рядовые. Все равно раздеваться будут, что на лыжах, что там. Они будут голые валяться в отеле. Так устроен мир. Так. Спасибо за мудрость и позитив. Едерей поздравлять своего края не принял подарки. Как реагировать? Спокойно взять подарочки и съесть их за его здоровье. А бывают люди разные. Первые боятся коронавируса. Вторые не хотят зависеть, думают, что вы потратились. Третьи хотят плюнуть вам в лицо и показать, что нам вообще не нужна никакая ваша помощь. Вообще перестать об этом думать, сожрать все, что было в передаче. Сказать, ну, спасибо, дед, что не взял. Спасибо, нам не покупать. И выдохнуть. Когда надо будет, попросит. И сделать для себя выводы. В следующий раз не поедут. Три раза не предлагаю. Так. Первый раз в Новый год без мужа. Буду жареной рыбой и шампанским. Девочки, это неплохо. Да. Рыба у меня была жареная мойвой и бутылка дорогущего шампанского. И я помню этот день. У меня Кеша. Это был супер день в моей жизни. Кеша, значит, попугай мы с ним вдвоем. Галкин на экране. И я, значит, в Неглиже хожу по квартире. И он вдруг, представляете, он вообще не разговаривал. Мы его учили, учили. Он поворачивается ко мне и говорит, Кеша хороший. Я аж поперхнулась рыбой. Я ему говорю, слушай, у меня собеседник. Кеша. А я Наташа. Я очень хорошая женщина Кеша. Я такой хороший человек. Я сижу дома одна, и никто подумать не может, что у меня нет компании, что меня никуда не пригласили, что я никуда не поехала. Но такое получилось у меня, что я сейчас сижу одна и вот с тобой. И на следующий день у меня вот как завертелось все в жизни. Вот я приняла какие-то несколько осознанных решений. И теперь я замужем за другим человеком. Спасибо той ночи. Ой, девочки, это очень круто, когда ты в одно лицо сидишь и рисуешь себе мечты. На год, на три, на пять. Вообще, вот если бы была огромная мечта, самая большая. Вот что это должно быть? Кто мне нужен? Куда я иду? С кем? Когда? Зачем? Кто мне поможет? Сколько это может стоить? Вот такие вот большие-большие мазки какие-то. Знаете, вот какого-то карандашом набросать на картине своей жизни. А дальше еще придут куча людей, и они помогут тебе раскрасить. Друзья, надо сохранить этот эфир, поэтому спасибо, спасибо, друзья. Всех вас люблю, всех поздравляю. Если школьный психолог сказала, что у моей дочи подростковой депрессии порекомендовала обратиться к психиатру за назначением антидепрессантов, ей 16 лет стоит ли? Да, конечно, стоит. Вы полечите и забудете, что это было. Почему люди боятся психиатров, я не понимаю. Там терапия, пропиваете курс и забываете, что вообще это было. А если не лечить, можно уйти в пике. Все, так, конец зависимых отношений после 10 лет, и остаться одной в Новый год без него. Одной не оставаться, уйти куда-нибудь, где вам будет весело. Уехать, уползти, попроситься к соседям, накупить кучу всего, заплатить им денег. Придумайте что-нибудь. Вообще нельзя одной быть после такой ситуации. Я же найти такого классного психолога, как вы. А я куда делась? Подождите. Я так же точно, как все, сижу в интернете. Мне надо набрать в директ. И мы на полчаса с вами встретимся. И вот я нашлась. Не пойму я, я еще поживу. Я сделала прививку. Я планирую жить вечно, пока все идет нормально. Так. Может, расскажите еще немного, что рассказать. У меня осталось 2 минутки до того, как я смогу сохранить эфир. Я, кстати, сейчас же хожу много в ТикТок, еще раз повторяю. То есть, когда Катюша, мой помощник, мой директор, мой дружочек, ставит вот такой пальчик на ТикТок, это значит, я сейчас пошла туда и точно часок там буду сидеть. Заходите, присоединяйтесь. Все. Всех люблю. С наступающим любви, удачи, здоровья, благополучия. Спасибо, что вы со мной. Спасибо. Пока-пока.